Это осень готовит неприятные сюрпризы. Подобными заголовками пестрят федеральное информагентство. Причина – рост цены товара и первой необходимости. Базовый набор продуктов и некоторые услуги. О глобальных причинах ценообразования рассуждают не только эксперты, но и рядовые покупатели. Цена изменилась, потому что мигранты не приехали, потому что урожай чего-то хуже было. Тут картошка засушливая, лето было, тоже урожай повлиял. Коронавирус что-то повлиял. Ну, что-то подорожало. Покупатели отмечают, несмотря на сезон сбора урожая, цены на овощи и фрукты не падают, а растут. За последний месяц подорожали лук, морковь и картофель. Килограмм последнего подрос в цене в среднем на 4 рубля. Ну, там 9 рублей, теперь 12-13 рублей. За килограмм, да? Да. Ощутимо подорожали и яблоки. Одна из причин, по мнению продавцов рынков, приостановление поставок фруктов из Кубани во время пандемии. Сейчас они должны возобновиться и несколько снивелировать неоправданный скачок цен. Что касается других фруктов и овощей, то рядовые покупатели ощутимых изменений цен не почувствовали. Если где-то какие-то колебания, плюс-минус, там, в основном, плюс, несколько рублей, сильно, незаметно. Ну, немножко, может быть, там, нам бросили, а так, в общем, одни и те же цены. По доступности продуктов лидируют рынки. Так, здесь в среднем за кило картофеля нужно отдать 18 рублей. В то время как в магазинах в два с половиной раза больше, около 50. В торговых сетях цены кусаются сильнее, говорят покупатели, а экономисты предостерегают. В преддверии зимы стоимость базовых товаров продолжит расти. К примеру, картофель может подорожать аж на 20%. Но особо волноваться не стоит, подчеркивают местные аналитики. Инфляция в ожидаемых пределах. Какие-то локальные вспышки, региональные или даже местные, они вполне возможны, потому что мы живем в условиях рыночной экономики, конкуренции, и масса факторов может двигать цены в разном направлении, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Это вполне естественное состояние. Предприимчивые покупатели запасаются продуктами уже сейчас, но не стоит суетиться и поддаваться панике, как в начале пандемии, когда люди массово скупали гречку. Эксперты напоминают, повышенный спрос, как правило, еще быстрее разгоняет цены. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком.